Тады! С таким же успехом готов отправить твою жопу на ту же орбиту, потому что он все такой же остался косой, и его просто хрен им, хрен куда попадешь, и все такой же он остался медленный, и нафиг он вообще спрашивается нужен. Ну и, в общем-то, я решил, выведя его в топ, обкатать, могу сразу сказать, самое унылое и печальное, что может быть, это авры и бои 7 на 7. Началось у меня прям с первого же боя, я думал, что я отправлюсь просто с нулем в ангар, потому что я буквально не мог вообще ни в кого либо попасть, либо пробить, и я такой просто после первого боя думаю, зачем я вообще за него сегодня сел? У меня и так жопа вчера сгорела от АВ, а когда ты садишься на такой танк, вот как бы совет, да, если вы садитесь на авры, вы должны садиться на авры с очень хорошим настроением, с устойчивой психикой, потому что, если нет, буквально после первого же боя у вас может сгореть жопа от него. Ну и, как я сказал, бои 7 на 7 это вообще отдельная история, ты либо ни в кого не попадаешь, либо со своей подвижностью катаешься просто полчаса в поисках противника. Ну а иногда этих противников сам их находишь, и они тебя быстренько распиливают, то есть ты первым же выстрелом с перезарядочкой 12 секунд не пробиваешь их, ну и дальше они тебя бодро и весело пинают, набивают на тебя домашки, домашки много, в тебе почти 4000 хп. К этому прибавим еще замечательный баг, который до сих пор не исправили, если ты переключаешься на пулеметик, потом обратно на орудие, у тебя здоровенный круг, который просто-напросто отказывается сводиться. То есть я сначала такой, я уже забыл про эту тему, я нажимаю на пулеметик, или этого бага не было, он появился, ну в общем не важно. Я нажимаю на пулемет, что-то пострелял, переключаюсь на орудие и такой, сводись, сводись, пора, сводись, а он не сводится, вы понимаете? То есть я все понимаю, здесь очень долгая сводка, там 8 с лишним секунды, но, в общем, пока я не переключился обратно на пулеметик и потом на орудие, у меня просто точность была какая-то невероятная, я не знаю, точность Звезды Смерти. Долго перебирая по командирам, кого же все-таки здесь поставить, я остановился на Сабрине, все-таки Сабрина и БФСы, это одна любовь. Но вы можете поставить сюда реально кого угодно, сюда подходит и Кортес, чтобы максималочку бахать, сюда подходит и какая-нибудь Оксана Руденко, которая вам даст больше точности и времени прицеливания. И Дугласа Уоррайли сюда тоже можно поставить. Но все-таки Сабрина, наверное, дарит больше всего впечатлений, нет, вы можете, естественно, с такими БФСами, вы можете взрывать боевую кладку и без Сабрины, но мне кажется, что вот я понял, что что мне вообще в Абре нравится, то единственное, от чего я могу получить удовольствие, то есть и у меня может быть несколько отвратительных боев, где я бесполезно катаюсь, ни в кого не попадаю, не пробиваю, но потом один бой, как вот этот, который просто тушит пожар сразу же моментально. Не знаю, может быть, да, и без Сабрины он бахал бы так, может быть, с Сабрина все, или только с Сабриной так, ну, я решил, что пускай Сабрина, все, что мне нужно от этого танка, это взрывать боевую кладку, ну, либо пожар делать. И Сабрина помогает это делать, то есть это вот то, что реально способно закрыть вот эти моменты, когда ты попадаешь в противника, взрываешь ему боевую кладку, или там его начинаешь поджигать, вот эти моменты способны перекрыть несколько боев до этого, которых ты был просто абсолютно бесполезен. Естественно, на Абре есть свои нюансы, как играть. В боях 7 на 7 тут советов немного, ну, там жесть происходит обычно, я же говорю, либо ты просто катаешься, кого-нибудь ищешь, либо тебя приезжают и быстро толпой пилят. Естественно, желательно держаться союзников, но в целом тактика игры на Абре, она одинаковая. Нужно обязательно держаться каких-то небольших пространств, то есть каких-то городские условия, где небольшие дистанции стыльбы. Если вы будете пытаться стылять кого-то издалека, абсолютно ничего из этого хорошего не получится. Только ближние дистанции, плюс есть оборона, активная способность. Прожимаете немножко, уменьшаете себе перезарядочку, еще добавляете критов по модулям. То есть, и вот как раз в таком аккуратненьком стиле, да, вам нужно... Единственное, что вам нужно на Абре, это выезжаете, стреляете, заезжаете обратно, ждете перезарядочка. Вот что вам нужно. И стреляете не на большой дистанции. То есть, в целом, танк, во-первых, много хпшки, 3900, может быть и больше с командиром каким-нибудь. Есть броня, здесь есть реально хорошая броня. То есть, все это может держать. То есть, вы можете спокойно вываливаться на кого-нибудь, получать урон, мансовать вам нельзя в это время, естественно, тогда вы вообще не сведетесь. Любые повороты башни, корпуса, все, у вас огромный прицел. Поэтому спокойно выезжайте, как слон просто, спокойненько становитесь, прицеливайтесь до конца. Нужно прицелиться до конца. Да, в это время получаете урон, но вам главное выцелить то, что нужно. А что вам, в принципе, нужно выцеливать, это по большей части борта. Да, очень часто противники любят все довороты, но вы знаете, да, оп-оп-оп, повернул корпусом, ромбанул, там все дела, НЛД скрыл. О, вот это вам то, вот это то, что вам нужно. Любые довороты корпусом в вашу сторону, все, корпус зеленый, стреляете в корпус, пробиваете на 100%. Потому что, как правило, во лбу, даже для БФСов, зоны небольшие. То есть, ну да, есть там у советов, например, полностью зеленое НЛД. Ну попробуй выцели, оно маленькое, а у тебя точность, мама не горюй. Меркавками вообще проблема. То есть, тут исключительно желательно, чтобы именно выцеливали, чтобы у вас была возможность выцеливать борта. Тогда фейерверки обеспечены, картон, естественно, отлетает просто на раз. Ну и, опять же, самое главное, чтобы вас не закрутили. Потому что тут могут начаться проблемы. Если вы играли на АВРы в ПВЕ, поделитесь своими впечатлениями. Ну, мне, если честно кажется, АВРы для ПВЕ абсолютно бесполезен. Перезарядка долгая, точность такая себе, а ботов валит много. Ну и, по итогу, что можно сказать, АВРы уж точно танк не для нагиба. Но для получения редких, но ярких эмоций.